В Тихом океане, у берегов Советской России, рождается новый день планеты. На 11 часов раньше, чем Европа, приступает к работе наш Дальний Восток. Уссурийская солнечная обсерватория. Так начинает дежурство самая обширная на планете сеть наблюдательных станций Всемирной службы Солнца. Служба Солнца нашей страны. Наукой установлено, что Солнце — гигантский реактор. Реактор — водородный котел, 5 миллиардов лет тому назад медленно закипевший в космосе. Сегодня реактор работает на полную мощность. Неукротимо, в сотни раз сильнее расплавленной стали клокочет солнечное вещество. Протуберанцы, взрывы, вспышки — каждая катастрофа выбрасывает потоки горячей материи в бездну. Если этот поток встретит на пути Землю... 12 ноября 1960 года на Солнце произошел ослепительный взрыв. А через шесть часов на Земле заглохла радиосвязь, отказали корабельные компасы, самолеты потеряли свои ориентиры. Это докатилась до нас электромагнитная взрывная волна. Не только радиобури потрясают Землю. Вслед за ними идут ураганы, тайфуны, засухи и наводнения. Успокоить Солнце, пока мы не в состоянии. Но подготовиться к борьбе со стихиями на Земле можем. Если будем предупреждены заранее. Точный оперативный прогноз — главная забота солнечной службы. Как лицо близкого человека, во всех подробностях изучено нами Солнце. Но мы всматриваемся в него снова и снова, стараясь уловить признаки, несущие нам угрозу. Это сдвиг полос поглощения в радуге солнечного спектра, появление радиоволн определенной длины, нарастание мощи магнитных полей, образование солнечных пятен, изменение формы короны. Сегодня здесь Солнце спокойное. Из рук в руки передают дальневосточники Солнце сибирякам. За 2500 километров на запад. Над озером Байкал — постоянная экспедиция Сибирского института земного магнетизма и ионосферы — вершина. Сибирские ученые совершенствуют технику Солнечного патруля. Для расширенной программы наблюдений здесь строится вакуумный телескоп. Еще 2500 километров на запад и в работу включается Астрофизический институт Академии наук Казахской ССР. Ученые принимают Солнце на высокогорном плато Пик-Алма-Ата, где разреженный воздух чист и спокоен. Наблюдение за короной Солнца — через специальный телескоп, снабженный искусственной Луной. Средняя Азия оставила заметный след в истории мировой астрономии. В 15 веке ученый Улукбек построил в Самарканде первую на территории нашей страны обсерваторию. Он погиб от рук религиозных фанатиках. Но его труды дошли до средневековой Европы, были приняты наукой эпохи Возрождения и великих географических открытий. На границе Европы и Азии, на Урале, Солнце предъявляет свои документы наблюдателям обсерватории Свердловского университета. В этих местах воздушные течения мешают солнечному патрулю. И ученые придумали специальные датчики, которые включают кинокамеры телескопов только в момент успокоения земной атмосферы. Снимки Солнца получаются совершенно отчетливыми. Уже более 7 тысяч километров прошло Солнце над Советским Союзом. У Черного моря, на степном плоскогорье, одна из крупнейших обсерваторий мира, Крымская. Здесь изучают звезды. Ночью далекие, слабые. Днем – ближайшую нашу звезду Солнце. Отсюда ученые путем сравнительных наблюдений и расчетов углубляются в недра нашего светила. 15 миллионов градусов. 10 миллиардов атмосфер давления. Здесь исследуют колоссальные магнитные напряжения, управляющие солнечной плазмой. Ленинград. В начале 18 века при Российской Академии Наук была основана эта обсерватория. В ней постигал законы небесной механики великий русский ученый-энциклопедист крестьянский сын Михаила Ломоносов. На Пулковских высотах под Ленинградом развивалась астрономическая мысль России, крепле ее традиции. Пулково сегодня – главная астрономическая обсерватория Академии Наук Советского Союза. Не только с Земли наблюдаем мы Солнце. По проекту директора Пулковской обсерватории Владимира Алексеевича Крата и его сотрудников в стратосферу отправлен солнечный телескоп с метровым зеркалом. Снимки солнечного пятна с Земли из аэростата. С аэростата сделаны рекордные по качеству снимки солнечной фотосферы. Как приблизилось Солнце. В века оно было далеким, недоступным разуму божеством. Сильные мира сего удерживали власть его именем. Слабые молили его о пощаде. Через судьбу всех народов прошло Солнце в образе лучезарного бога, победителя и властелина. Он сражался против чудовищ тьмы, но не против тьмы невежества, царившего на земле. Но была еще мысль, пытливая мысль человечества, неукротимая, неистекаемая, напряженнейшая из энергий. Она развенчивала богов, отбрасывала их мироздания и, как предвестница грядущих полетов в космос, овладевала пространством мысль узбекского ученого Улукбека, русского Ломоносова, поляка Коперника, австрийца Кеплера, итальянцев Галилея и Бруно, англичанина Ньютона, институт земного магнетизма и аносферы и распространения радиоволн Академии наук Советского Союза. Именно сюда под Москву приходит срочная информация ото всех обсерваторий страны, от большинства зарубежных станций. Институт готовит прогнозы солнечных возмущений над нашей планетой. Прогнозы, необходимые сегодня людям самых различных профессий. Хлеборобу и градостроителю, хирургу и метеорологу, радисту и космонавту. Отсюда срочные сводки о состоянии Солнца передаются на космические орбиты в зарубежные центры Всемирной службы Солнца Париж, Вашингтон, Токио. Международные связи советской науки крепнут, охватывая сегодня весь земной шар. Астрономы советской Латвии совместно с коллегами из Чехословакии, Польши, Венгрии, Германской демократической республики создают совершенные приборы для исследования околосолнечного и околоземного пространства. Криптон-02 Лазерный дальномер высокой точности Он будет работать в Африке по международной программе Интеркосмос Человек на Земле и Солнце С древнейших времен Люди нащупывали эту связь. Русская летопись сообщает Того же лета Солнце Бысть-Аки кровь И на нем места черны И земля горящая И реки пересохшая Неожиданная, непонятная закономерность Становится постепенно научным фактом В России После суровой зимы 1740 года Академик Крафт Отметил, что стихийные бедствия повторяются Русские ученые Шведов и Брикнер Связали это с циклами солнечной активности Объяснили в частности Природу наводнений в прошлом О прямом влиянии Солнца На земные дела Говорил в наши дни Профессор Александр Леонидович Чижевский Возникла наука О Солнце и о человеке Гелиобиология Катастрофа на Солнце И рост числа дорожных аварий Катастрофа на Солнце И штормовая волна сердечных приступов 150 миллионов километров Страшная даль для человека А для солнечного луча 8 минут полета Мы живем буквально внутри Электромагнитной короны Солнца И мы сами Электромагнитные существа Доказательство Хотя бы это Человеческий биоток На график солнечной активности Накладываем график дифтерии Гриппа Поразительное совпадение Так рассуждают гелиобиологи Только в этом Не главная правда о Солнце Главное в том Что Солнце Создало и хранит Своим пламенем Жизнь Это чудо Земли и Вселенной Главное в том Что от травинки до червяка От букашки до человека Все мы сотканы Из единого солнцепроводного вещества Надо понять Что такое человек Что такое жизнь Что такое здоровье И как равновесие Согласие Стихи Его поддерживают А их раздор Его разрушает И губит Так писал Леонардо Да Винчи Слова художника И мыслителя прошлого Звучат как наказ Человечества Современной науки Как программа Для дальнего поиска Всемирной службы Солнца И ее важнейшего Из участков Обсерваторий И астрономических институтов Советского Союза Астрономических институтов Нарядная дальневосточная осень Как будто Солнце Уходя на зимние круги горизонта Оставило на листве Весь избыток тепла и света Рождается День планеты Когда запад еще в тени Солнце встретит на этой земле Первое свое отражение Астрономических институтов Астрономических институтов Редактор субтитров А.Семкин